Друзья мои, всем привет! Сегодня мы протестируем один из самых странных и неоднозначных ножей в мире бушкрафта Это Мора Элдрис Этот нож появился совсем недавно И его обзорами уже забит весь ютуб А зарубежный бушкрафтовский инстаграм пестрит красивыми фоточками на фоне всяких там щепочек и всего остального Ему все воспевают славу и прутся от того, какой он, блять, хорошенький И вот вы знаете, я почти был готов поверить в то, что это действительно хороший нож для леса, бушкрафта и всего остального Если бы я нашел хоть один, сука, хоть один нормальный тест этого ножа на ютубе Все эти обзорщики сидят по 10 минут перед камерой и облизывают этот Элдрис Второй рукой, видимо, подрачивая на него под столом И не делают ни одной работы, для которой предназначен нож А я вам напоминаю, это в первую очередь нож Не брелок, не украшение какого-нибудь очередного диванного, мать его, выживальщика И не какой-нибудь очередной гаджет от Эппл Это нож Да, маленький, да, вот такой вот несуразный Ну, пил, курил, болел, не вырос Но ведь нож Короче, вместо распускания слюней перед монитором Мы в очередной раз пойдем против течения И устроим полноценные тесты этой козявки Ну и посмотрим, намного ли он способен Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать спасибо ребятам из Offroad Camp Которые подогнали нам этот Элдрис Offroad Camp это наши уральские ребята, которые так же, как и мы, любят ножи и хорошее бездорожье У парней есть свой отличный интернет-магазин В котором вы сможете купить все для активного отдыха и туризма Палатки, спальники, горелки там всякие Да ножи в конце концов Ну а кроме того, куча всяких запчастей и аксессуаров Вот для таких вот железных коней, заточенных под конкретную грязюку Ссылка на парней в описании под видео Переходите, изучайте, наверняка найдете для себя что-то интересное Ну и не забудьте передать привет от мужской берлоги А мы начинаем Элдрис это название участка земли, на котором пасли скот напротив фабрики в местечке Мора Пастбище с небольшими домиками и амбарами, так называемые у шведов фабет В компании решили увековечить один из тысячи таких фабет по всей Швеции Назвав так свой нож Нож выпускают в пяти цветах Каждый из которых также имеет прямое отношение к шведской истории и культуре Красный, синий, желтый, черный и зеленый Эти цвета в компании Мора Ниф называют Далларна В честь исторической провинции в Средней Швеции, регионе Свиоланд, где и располагается завод Мора Ниф Общая длина ножа 143 мм Длина клинка 59 мм Толщина клинка 2 мм Сталь Сэндвик 12С27 Вес ножа 80 грамм Так, ребята, сперва давайте расскажу первое впечатление о ноже и о его комплектации Вообще комплектация, мягко говоря, весьма странная У Элдриса есть две комплектации Основная, в которой он идет, это сам нож и чехол Все, больше ничего нету Это вот все вот в такой вот маленькой коробочке Кстати, четко в размер нож нарисован Такой же, как настоящий Поэтому можете так по коробочке примерить, как он вам в руку сядет Вот И вот в такой комплектации только чехол и только нож Он стоит, ну там, порядка 1600 К ребятам с Offroad Camp можете зайти У них на сайте есть, там есть разные цены, посмотрите Вот А вторая комплектация Где добавляется еще вот эта вот маленькая снизу коробочка В нее входит Огниво Весьма Странный огниво На шнурочке с непонятной вот такой вот кожаной херовенькой Где, естественно, написано Мора Ниф, все это брендированное Нахрена она Не очень понятно Там в интернетах говорят, что ее можно использовать Типа для правки ножа В общем, хотите, используйте Не знаю, это как-то очень странно Ладно, хрен с ним Огниво Потом вот такая вот фиговина Которая Одевается Вот так вот одевается Защелкивается Здесь она подогнена очень классно И Вот так вот, типа Дублирует, чтобы нож у вас никуда не выполнил Никуда не потерялся и так далее На мой взгляд, она вообще нахрен не нужна Объясню Можно хоть утрястись Блин, но он нормально сидит Нет, я уверен, что с дуру можно и член сломать Можно хорошо тряхнуть, чтобы он вылетел Но, ребята, он у вас на шее висит Зачем? Ну, не знаю Мне это странно Ладно, фиг с ним И шнудок Типа паракорд Ну, так себе паракорд, честно говоря Вот, все И вот за то, что вы получаете огниво Вот эту вот непонятную штуку И паракорд вы доплачиваете еще больше, чем косарь Прикиньте? То есть 1600 стоит нож вот в такой комплектации А с доборами он стоит в районе 2700 Примерно вот такая цена Там перейдете, посмотрите Не знаю, мне кажется, это полный бред Абсолютно Я бы сделал комплектацию такую Сам нож с ножнами Шнурок, который стоит, блин, да ничего он не стоит И огниво Ну, потому что, блин, если мы говорим, что это все-таки какой-то бушкрафт Конечно, огниво должно быть Но, Мора Мать вашу Придумайте, как оно будет сюда крепиться Понятно, что можно доработать самому Ну, почему я должен покупать нож, блин, за 2700 в такой комплектации И еще думать о том, как прикрепить сюда огниво, чтобы оно здесь было Камон, Мора, вы чем там думаете вообще? Ну, вот, в общем, как-то так Далее Сами ножны У них, естественно, здесь сделаны отверстия, куда продергивается паракорд Но, как говорит Мора Это сливные отверстия Откуда у вас сливается водичка, когда у вас мокренький ножик здесь вот в них всунут Простите, а как она будет сливаться, когда нож висит вот так вот? Вам надо подпрыгивать, что ли, чтобы она вот отсюда вот как-то выпадывала? Ну, серьезно Скажите сразу, ребята, это для паракорда, и все Что вы там выдумываете? Вентиляция? Ладно, хрен с ним А если использовать эти отверстия для раздувания огня Помните, как мы делали с ножнами с Бивернаев? Ну, собственно, вот, да, здесь есть отверстие, и мы раздували огонь Ну, у вас тут уже паракорд засунут Ну, это... Такое, неудобно, ладно, мы это попробуем Вот касаемо комплектации По поводу самого ножа и эргономики Слушайте, я, честно говоря, вот сегодня первый раз взял его в руку И был удивлен Я был уверен, что он мне в руку не сядет, потому что, ну, у меня рука не маленькая И мне нужен нож с хорошей рукояткой для хорошего удержания Гад сел Сел И не надо никаких темляков и так далее Но вот тут тоже вопрос Вот эта штука здесь сделана Как бы под темляк? Ну, слушайте Ну, вот у вас висит нож на шее А здесь еще у вас темляк висит Ну, что это за галстук? Не знаю Ладно, это я докапываюсь на самом деле Это понятно, что все ерунда Тут кто хочет, навязал Кто не хочет, не навязал Но, тем не менее Что еще про комплектацию сказать? Ну, наверное, все В общем, вот эта вещь сомнительная Я бы... Да, она прикольная Сделайте ее, оставьте Пускай она одевается Но вместо вот этого хрястика Сделайте здесь под огниво Чтобы можно было огниво аккуратненько Раз сюда засунуть И оно у вас вот здесь, пожалуйста А, что нам говорит Мора? Мора нам говорит, что вот у вас Окей, нож собран А огниво у вас висит Ну, вот примерно таким образом Здесь сверху Слушайте, но Это постоянное Вот это дребезжание будет Оно будет Мне вот это нафиг не надо Я вам больше скажу Например, охотники Многие охотники Люди достаточно Со своими тараканами в голове И я знаю, что многие охотники Стали отказываться От вот подобных колец на ножен Потому что они гремят Потому что они гремят И когда вот охотник там где-то ходит Они гремят И пугают там дичь И все остальное И стали переходить на мягкие подвесы Да, это есть И, например, тот же самый Господи, как его? Мельницкий Отказался от вот таких колец И стал делать просто кожаный подвес обычный Потому что вот его клиенты просили Чтобы было так А здесь у вас вот такая бренчалка Ну, не знаю, странно Ладно, давайте потестируем Посмотрим, что он скажет нам в боевых условиях Ну, как положено Первое, что надо сделать Это батонинг Ну, по всем там традициям бушкрафта Вот тут сразу же возникает вопрос Батонить вот такие всякие тонкие палки Ну, реально, это не надо Вам это в жизни вообще не понадобится Я не представляю ситуацию Когда вам нужно разбатонить вот такую вот маленькую фигню Соответственно, в этом вообще смысла никакого нету Батонить что-то вот более-менее потолще Ну, допустим, да Если вы захотите выстрогать ложку Допустим, его половинку срезать Да, здесь уже имеет место быть И давайте вот начнем, наверное, с такой Потому что, ну, с тонкими вошкаться Вообще нет никакой логики Посмотрим адрес На что ты способен Ну, и вот сразу же вы видите Что у нас происходит С размером клинка Как будем батонить? Пока не представляю М-да Окей, вбили И деревяшку вбили Прикольно А вот что делать дальше? Мне непонятно Ну, разбатонили Ладно Допустим Чертовски это делать неудобно Но разбатонили Окей Ну, блин, что дальше? Ладно, смотрите Есть, допустим, такая история Ну, оказываешься Ты где-нибудь в гостях Где там кто-то тебя пригласил Шашлыки пожарить Или что-нибудь такое И у тебя с собой Ну, либо складной нож Либо элдрис Маленькая козявка Которая висит на шее Вряд ли ты с собой будешь брать Большой какой-то нож для бушкрафта Правильно? Ну, случайно где-то оказался И вот, как правило В таких ситуациях Жгутся почему-то постоянно доски Остатки от опалуки И вот всякая такая беда Сможет ли он разбатонить доску? Складням это сделать можно Но складняклинок больше Попробуем элдрисом Ну, как бы он батонит Но он, видите, уходит То есть его надо Обратно подбить И батонить дальше Ну, разбатонил Молодец Ладно Досочки им наколупать можно Но все это достаточно странно И, блин, неудобно Если вдруг Нам нужно Разбатонить что-то такое Я не знаю У меня есть только одна идея Как это можно попробовать сделать Помните, у нас было видео Где я рассказывал Как пользоваться топором И там была такая фишка Когда топором бьешь По краю полена И оно раскрывается Вот чисто в теории Можно попробовать сделать То же самое с элдрисом То есть Пропороть полено по краю Но, поскольку Здесь обувь всего 2 мм Да я уверен, что ничего не получится Но давайте попробуем Я не могу Мне его неудобно удерживать Здесь, может быть, кстати Паракорд бы помог Темляк какой-нибудь Но, блин, это неудобно Ну, смотрите Он что-то, конечно, расколол Трещина пошла Но Боковую нагрузку Я ему, естественно, давать не буду Он не выдержит Потому что он тонкий Давайте, ладно Сдаваться пока не будем Попробуем сейчас сделать Сверху то же самое По этой трещине И если ничего не получится То с обратной стороны Ну, вдруг Ну, я не знаю Я не верю Короче, не Такой батонинг Нам не нужен Маленькую вот такую деревяшечку Разбатонить Да, можно Да, окей Зачем, непонятно Но можно В остальном этот нож Для этого, естественно Не предназначен Если бы у него была Большая толщина обуха Может быть Хотя я тоже сомневаюсь Но может быть Вот таким образом Скользящим Типа, ну, может быть Что-то и получилось Но тоже вряд ли Короче, нет Батоник не катит Но Хоть этот нож И неудобен Для каких-то серьезных работ А вот для мелких Я считаю Что им должно быть Очень удобно пользоваться Ну, например То же самое Со скребания Бересты Для разведения огня Вот буквально Две секунды И у вас все готово Все, можно уже В принципе Разводить Короче Мелкие работы Делать прикольно Удобно Очень быстро И он, кстати Чертовски острый нож И еще один момент Который я не сказал До этого У него очень странная Заточка Часть клинка У вас заточена В ноль Спуски идут А вторая часть клинка Здесь появляется Дополнительный спуск А заточка у него идет Микроподводом Который продолжает Вот этот вот Нулевой спуск Который идет В нижней части клинка Это делает Его кончик Более Такой Деликатный Для мелких работ Это неплохо Но Как-то Чить Вот такой нож Я пока не очень Представляю Не знаю Надо будет попробовать Но это Блин Это как-то Очень странно Но он Чертовски острый При этом Продолжаем Ну следующее Что мы сделаем Давайте настрогаем Немножечко щепки Посмотрим Как он у нас Справится с этой работой Ну в общем-то Острогает он Весьма неплохо Причем Есть ощущение Что Нож по-разному Заходит в деревяшку Либо ты работаешь Вот этим спуском Который идет в ноль Либо ты работаешь Кончиком Дет микроподвод Но тем не менее Да Да Острогает он Весьма неплохо Но Какой недостаток Поскольку Клинок очень маленький Когда ты строгаешь Твоя рука Очень близка К самой деревяшке И Есть боязнь Что ты рукой Зацепишь деревяшку И посадишь себе Заноза Ну что ребят Теперь давайте попробуем Как он будет Резать Палочки наши Ну сначала Вот таким образом Ну все Дальше уже не идет Не хватает клинка Так бы можно было бы Прорезать Но Не хочет Попробуем Силовым резом Ну вот так вот Опять же Был бы клинок длиннее Он бы прорезал бы дальше Короче Нет Он слишком деликантно заточен Он слишком тонкий И для вот такой работы Ну нож не идет Просто не идет Я более того думаю Что если бы взять Ну ту же самую Морус Такой же толстой Толщиной клинка Но с более длинным клинком Были бы примерно Те же самые проблемы Он бы прорезал Только дальше Когда уже бы Рука сюда уходила Но чувствуется Что очень Тонко сведенный спуск Входит то хорошо Он острый Но он дальше не идет Его закусывает Ну вот все Дальше он уже не хочет Я заметил такую особенность Не на камеру Я уже несколько раз Пытался сделать силовой рез И нож И нож уводит Вверх Шел 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 Потом вот здесь вот уже Клинок ушел дальше И Рез пошел вверх Вот всякие вот такие вот штуки Им делать удобно Ну потому что он маленький И ты вот им аккуратно Вот колупаешься Вот здесь вот И да Это удобно А вот всякие батонинги Силовые резы И все остальное Ну это не особо для него Вот кстати мне кажется Такой козявкой Будет удобно делать Всякие ложки например Ну потому что он Гораздо удобнее Чем большой нож Вот им можно Аккуратненько колупаться Аккуратненько вот Строгать какие-то Очень такие вот Деликатные вот такие вот Мелкие вот такие вот вещи делать Да вот такие вот штуки Прикольно Ладно Давайте проверим Надежность его кончика Ну как бы Положено Давайте проверим Ну да Здесь без каких-либо проблем И еще хочу отметить Он очень круто входит в деревяшку Вот прям Ну он достаточно острый Видимо вот из-за вот этого Вот непонятного сведения Он прям втыкается Очень здорово То есть так прям глубоко Ну и потому что Небольшой обух То есть клинок не очень толстый В руке нож лежит В принципе достаточно надежно Хотя очково Когда им работаешь Немножко очково Что рука может Заскользнуть на лезвие Но в целом Сцепление хорошее Даже при вот этой Небольшой рукоятке Сцепление ножа Хорошее с рукой И вот здесь вообще Не докопаться И можно удобно Делать какие-то вот Ну я уже сказал Какие-то вот такие Очень маленькие вещи Вот фактически Вот сюда можно положить палец И вот что-то вот тут Строгать Колупать Там всякие ложки И так далее Здесь да Здесь тоже Вопросов никаких не возникает Теперь давайте попробуем Им поделать Какие-нибудь безумные Туристические вещи Ну чем Турью обычно промышляет Это открывание Всяких консервных банок И вот всего такого Ну сейчас давайте попробуем Как этот нож Будет работать у нас По продуктам Почему нет Опять же происходит Та же самая херня Если я начинаю чистить Сначала Низом ножа Он заходит А потом Когда провожу дальше Когда уходит На вот этот верхний спуск Его поднимают вверх И почистить не получается Ну короче Вот такой косяк У этого ножа есть Поэтому проще Сразу же делать Вот этой верхней кромкой Ну пол огурца Сразу же срезается А пофиг Это так Мы вообще не планировали Это снимать Просто решили А что нет Попробуем Как он будет Огурчик резать Ну ладно На это кромки хватило Ну тот без проблем Абсолютно Причем именно Кончиком Очень хорошо резать Очень удобно Этим спуском Ну чуть-чуть Менее удобно Кончиком проще Попробуем порезать Тоненько Ну вот Как-то так Перейдем К помидорке А это вот здесь Вот длины клиночка Мне уже не хватает Вот Уже за один рез Это сделать не получается Уже Не так удобно Ну давайте сразу же Большую будем резать Посмотрим Как он справится Ну собственно Вот вы видите Что происходит Порезать можно Можно Не вопрос Но это уже Не так удобно Не хватает Длины клинка И опять же Вот эта разница В спусках Она тоже Играет свою роль Нож работает По-разному На Вот одной дистанции На другой дистанции Ну Не знаю Можно Но неудобно Следующий Безумный тест Для этого ножа Это отрезать Кусок хлеба Понятно Что при желании Можно оторвать руками Но если у вас Есть супер нож Надо же Как бы Красиво Его отрезать Я не знаю Как он это вывезет Потому что Ну как бы Вот Вот Но Давайте попробуем Как бы Это Делать Ать Молодец А Саня Кстати Сомневался Слушайте Ну По кругу По кругу Просто режем И все Он Достаточно Острый И прорезает Просто Давлением Вот так вот Раз И он Режет И Слушайте Ну кстати На удивление Смотрите Как кусочки Получаются Весьма А ты говоришь Как мы хлеб Отрежем Как мы хлеб Отрежем Вообще По красоте И еще кусочек Тонкий Рез Сделай Это же Не сыр Зачем тебе Тонкий Рез Слушайте Ну пойдет Короче Для леса Пойдет Бушкрафтовский Нож С толстым Обухом Отрежет Хуже Поэтому Ладно Так Ну и что Нам Как бы Мы тут типа Салатик сделали Непонятный Хлеба нарезали Давайте Замутим Какие нибудь Бутеры Саня Нам Приготовил Какую то Консерву Сайра Тихоокеанское Натуральное Забавление Масла Ну и конечно же Открывать Мы ее будем Элдриса Ну Входит В кильку С маслом Как по маслу Опа Хавка Слушайте Ну вообще Без каких-либо проблем Абсолютно Но Прорезал я Именно Кончиком Там где Более деликатный Спуск Ну потому что Просто так Удобнее Есть небольшое ощущение Что он стал Менее острый Чем Из коробки Но это Очень субъективно Потому что Я вот Ну просто Пальцем проверяю Но В целом Острый Сколов И Заминов Я не вижу Да Здесь все без проблем Ну вот Как-то так Вот такая Амора Элдрис Короче Если вы задумались о том Что Мора Элдрис Может стать основным Рабочим ножом Используемым в лесу То дайте себе Хорошенький подзатыльник И выкиньте нахрен Эту затею А вот как Небольшой И прикольный Ножеманский аксессуар Который может Выполнять роль Дублирующего ножа Ну вот тут да Если руки у вас Ну не из задницы То в принципе Даже этим малышом Можно сделать в лесу Достаточно много работ Стоит ли он Своих денег Ну вопрос спорный Если рассматривать Этот нож Как некую Ножеманскую приколюху Которая вам Ну нравится Ну хочется Тогда конечно да Стоит Если же рассматривать Этот нож Как основной Рабочий инструмент В лесу Ну камон Конечно же нет Пару с лишним тысяч Можно потратить На например Мора Кенсбол Который так или иначе А уже является Полноценным рабочим ножом Ну вот вы знаете Несмотря на все Свои противоречия Я скажу вам честно Мне эта козявка Блин ну понравилась Если он понравился И вам То ставьте лайк Если не понравился То все равно ставьте Ну мы же старались Еще раз спасибо ребятам Из Афроуд Кэм Которые подогнали нам Этот нож Ссылка на них В описании под видео Переходите Поддержите парней Ну они классные И напишите в комментариях Что вы думаете Об этой море Ну на этом все Всем пока И до встречи в сети Субтитры сделал DimaTorzok